Вы не верите, что я рыдаю? Это действительно так. Смотрите на моё лицо, я заплакала. Я вообще пришёл ремонтировать вот это худи, которое я шила месяц назад. Вариант первый. Это вариант номер два. Брючки полностью готовы, и я хочу с вами поделиться. Всем добрый день из моей мастерской. Хочу с вами поделиться. У меня тут опять пришло вдохновение. Разложила на полу ребёнку платье из остатка ткани. Здесь висит недошитое моё, а я уже собралась кроить ребёнку. Ребёнку 21 числа, 21 ноября, день рождения, и я хочу ей в сад сшить новое платье. Сшить я его буду быстро, потому что не буду снимать видео, как я шью, что не скажешь вот об этом платье. Здесь я уже почти закончила. У меня лежат рукавчики, и мне нужно их вточать. Но по этому платью я записываю видео, а это буду шить, так сказать, за кадром. Платье похожее на моё. Единственное, здесь вот воротник такой у вас придёт по выкройке. Но я вам сейчас покажу, какую я использую выкройку. А я решила его закруглить, и тоже буду использовать кант. Вряд ли мы, конечно, будем носить, как мама и дочка вместе, одновременно это платье, потому что себе я сшила платье для дома, ребёнку шью для сада. Ну, сейчас вам покажу, по какому журналу я буду шить платье. Итак, вот это платье. Платье называется Птичка. И выкройку я взяла в журнале. Я шью. Это первая вещь, которую шью я по этому журналу. Но уже приобрела несколько, потому что у них очень интересные размеры, размерный ряд, и очень много мужских выкройек. Ну, как я уже сказала, я немножечко вот здесь закруглю воротничок и добавлю кант воротник. И вот сюда, вот в эти ярусы, тоже добавлю кант. Посмотрим, что у меня получится. Детальки платья я раскроила. И так вошла во вкус, что даже уже проклеила воротничок. У меня здесь планка на спинке. И уже даже почитала пошив платья. Кстати, размер платья я выбрала 110 по меркам ребёнка. И там у нас идёт обработка горловины вместе с воротничком косой бейкой. То есть она притачивается, отворачивается на изнаночную сторону и закрывается вот этот срез. И я уже сразу думаю, что я так делать не буду. Наступил уже новый день. Хочу с вами поделиться. Дошила я вчера это платье. Отпарила. Но подробно о нём рассказывать не буду, так как уже вышло это платье. И вы можете посмотреть видео, как его шило. Единственное, что могу сказать, что считаю это платье неудачным. Но сегодня с самого утра я шью. И у меня уже почти готово детское платье. Я сейчас вам поподробней расскажу. Работаю я над этим платьем с самого утра. И у меня почти уже всё готово. Единственное, осталось мне рукавчики. Вот здесь вставить резиночку и вточать рукава. Итак, я использовала в этом платье тоже кант, но немножко другого качества. Вот этот кант, он такой узкий, более узкий и жёсткий, я использовала в своём платье. А ребёнку в платье я решила сделать другой кант, чтобы он был мягкий, и вставила во внутрь не вот этот вот шнур, а вот просто мягкую пряжу. Кант получился немного, наверное, чуть-чуть пошире, чем на моём платье. Можно было бы взять пряжу такую типа как ирис, и он был бы узким. Так, что ещё мне хотелось сказать? Размер платья 110, но сейчас, мне кажется, я на него смотрю, что оно либо маломерит, я брала размер по размеру груди. У ребёнка у него размер 110, вот, а это платье, я смотрю, мне кажется, оно очень маленькое. Померить я его ещё пока не могу, потому что сейчас за ребёнком в сад, и уже примерю с самого утра, как проводили в садик, так я работаю над платьишком. Тут у меня уже всё обработано. Низ я так же, как на своём платье, просто обметала и прострочила, и сзади уже пробила я петельки. Сделала это я до того, как притачала кокетку. В инструкции сказано, что нужно шить платье, а потом пробить петли, но эта расстояние очень маленькая, и чтобы не подлазить, я сразу же пробила здесь петельки. Так что сейчас жду ребёнка, сзади оно выглядит вот так, покажу вам. То есть оно вот так стыкуется, и воротничок сзади выглядит вот так. Жду сейчас ребёнка и буду примерять. Мне кажется, оно даже немножечко коротковато, как будто бы не на 4 года, а года на 2. Ну, в любом случае, буду дошивать. Забыла сказать, что я в горловине использовала обтачку. Здесь я её подшила, и вот здесь я её отстрочила, вот на ширину лапки. Там обработка идёт такая. Вот сюда притачивается у нас в сгиб кособейка, и вот тоже так она отстрачивается по горлышку. Но так как у меня здесь большая толщина, всё-таки ткань у меня подобрана, наверное, неправильно сатином, всё-таки плотный, я решила сразу же выкрыть кособейку, соединила, ой, обтачку. Соединила её вот здесь, как бы, и отстрочила. Ребёнок пришёл из сада, и у нас сразу примерка. Настроение поднялось, потому что платье как раз. Даже ещё немножечко свободно. Дочь, постой, повернись, пожалуйста. Ну, очень нравится, очень нравится платье. Платьишко полностью готово, и я хочу с вами поделиться. Вот такое милое платье получилось. Мы вчера померили, это уже другой день, утро. Я его закончила. Вшила вот такие вот классные и милые рукава-фонарики. Ещё платье не утюжила. Хочу его немножечко отварить, потому что вот здесь всё-таки утюгом гладить, наверное, не получится, потому что здесь сборка идёт. И вот так платьишко смотрится сзади. Воротничок и пуговики. Такие как бы прозрачные капельки. И сейчас, пока пришивала пуговики, решила с вами поделиться своей находкой из фикс-прайса, как я храню пуговички. Храню их вот в таком контейнере. Это очень удобно. У меня их несколько. Они штабелируются друг друга. То есть вот так вот ставятся. И очень классно то, что видно, что находится внутри. У меня здесь много всяких пуговок. Здесь у меня деревянные. Это я ещё заказывала на Алиэкспресс очень давно и потихонечку ими пользуюсь. Там тоже пуговки у меня. В этом контейнере у меня внизу, в нижнем отсеке, есть ячейка с крючками, с деревянными бусинами и с пришивными кнопками. Это только пришивные. Тут какие-то мелочёвки, которые я собираю от одежды. И вообще у меня есть много пуговок, которым я даю вторую жизнь. Осталось у меня с детства собирать пуговицы с одеждой. Они здесь все разные. Есть какие-то вот одного типа, а есть все разные. Всё берегу, ничего не выкидываю. Такой же контейнер у меня есть под мою мелочёвку. Покажу вам, что у меня хранится здесь. Здесь напёрстки, мелки, булавки вот такие крупные, очень тоненькие булавки, иголки. Иголки это не все у меня. Ещё у меня есть иголки. Они в упаковках убраны. Здесь у меня мелки такие. Какие-то тут железки, видимо, на пресс, длинные иглы, разные булавки и прищепочки. Тоже мне надо, хотя ни разу ещё не пользуюсь. Хотела я выкрыть костюм ребёнку, но вспомнила, что у меня нет выкройки брюк. Есть только выкройка кофты, и поэтому жду из школы её, чтобы снять мерки и сделаю быстренько выкройку. Пока отпарила ткань, она у меня влажная, подготовлю. И сейчас повешу её на сушилку, пускай она сохнет, а я в это время займусь оверлаком. Потихонечку привыкаю, но никак не привыкну и хочу сейчас немножечко понастраивать, подвинуть ножи сюда. Минус вот этих оверлаков, промышленных, ножи убрать нельзя, то есть они не отключаются. И мой оверлок настроен так, я на старом шила, ориентируясь на край лапки, и когда я шью на этом оверлаке по краю лапки, смотрите, какие получаются с краю, лучше показать, воздушные петли. Вот они прям их видно. То есть мне нужно подвинуть ножи сюда ближе, и чтобы не было этих воздушных петель, мне приходилось вести не по краю ткани, а где-то на 2 мм, не доходя до края. Сейчас буду всё настраивать. Так-то он шьёт хорошо, строчка у него ровненькая, очень тихо шьёт, но нужно немножечко настроить. Всем доброе утро! Из моей мастерской приступаю к работе с самого утра с новыми силами. Покажу вам за окном, за окном потихонечку всё расцветает. Пришлось мне отложить костюм в сторону, потому что мне нужно сделать немного другую работу, а точнее вот эту штору. Она одна, разрезать на две. Привезла мне девушка её, которая у меня уже шила шторы и обрезала шторы. Она работает в салоне, у неё своя прихмахерская, и там висит эта штора, у них перестановка. Короче, нужно сделать из одной шторы две. Шторка у нас имеет тесьму вот с такими вот петельками, и я вчера посмотрела при ней, попадает как раз разрез между двумя петлями, плюс подгибка, и в общем, удачно ложиться, не нужно менять вот эту вот ленту. Так что я сейчас приступаю, сделать нужно срочно, сегодня до вечера, пока ребёнок в саду, займусь занавеской этой шторой, а уже потом сделаю со спокойной душой и буду возиться с костюмом. шторки готовы, одна уже висит у меня на сушилке, потому что я проутюжила и шовчики влажные, так что можно приступать к другим делам. Итак, я сделала выкройку брюк для дочери. Сейчас вам покажу, как выглядят эти брючки. Вот эти брючки, шиты они здесь не из трикотажа, а из каких-то креповых, смесовых тканей, лёгких, костюмных, но я буду шить их из трикотажа. Нужно обратить внимание на то, что выкройки в этом журнале, именно в этом, даны на рост женщин метр пятьдесят восемь. Я своего ребёнка вчера измерила, думала, что она метр шестьдесят четыре, а она у меня метр шестьдесят два. Это говорит о том, что мне выкройку нужно удлинить. Померила я длину по боковому срезу и у меня получилось 102 сантиметра если измерить длину по боковому срезу на выкройке то у меня получается на 3 сантиметра больше то есть выкройка на 3 сантиметра меньше поэтому я буду ее удлинять как раз на эти три сантиметра если взять журнал я шью у них есть здесь табличка вот такой рисуночек как удлинять они рекомендуют один сантиметр на брюках сверху 2 и 2 внизу но это как сказать схема дана на 6 сантиметров разницы роста то есть на каждые шесть сантиметров мы пользуемся как я понимаю вот тут даже написано на 6 сантиметров роста необходимо убрать и вот начерчено эти сантиметра но разница метр 58 и метр 62 не 6 сантиметров поэтому я буду убирать по другому а как яordu убирать так как я померила по боковому шву брюки мне не хватает три сантиметра поэтому я раздвинул выкройку здесь на 1 сантиметр, раздвину, я там сказала убирать, вот, надо раздвинуть здесь на 1 сантиметр и здесь на 1 сантиметр. Но здесь, в принципе, на 1 сантиметр можно просто к низу прибавить 1 сантиметр. Вот, а как я прочертила вот эти линии, на которых я буду раздвигать выкройку? В журнале сказано, что нужно соединить надсечку с надсечкой, и это будет линия. Так, на брюках вот здесь даны две надсечки, а вот сверху дана одна надсечка и поэтому я воспользовалась таким способом как я делаю на других выкрик от направлении долевой нити я провела прямой угол к этой надсечки не этой линейкой а у меня уголок я его убрала и протянула вот провела эту линию дальше вот получилась эта точка и также здесь на задней половинке вот у меня была надсечка под прямым углом к линии долевой нити я провела прямой угол и продлила его сюда вот по этим линиям я буду раздвигать выкройку брюк для ребенка на три сантиметра 1 1 и 1 вот здесь я тоже провела здесь надсечек вообще не было как я нашла нижнюю длину просто от линии вот надсечки от линии колена так понимаю я сложила пополам и нашла середину вот ну так же повторюсь что один сантиметр это получится нужно разрезать и раздвинуть каждую сторону по 0 5 я не вижу в этом смысла поэтому при прибавлю один сантиметр по низу сейчас разрежу выкройку и состыкую ее у меня ориентировка будет вот это вот линия долевой нити все разрежу и и приклею другому листочку то есть вот так вот сдвину она мне здесь удлиниться и здесь у меня тоже удлиниться чтобы брючки сели хорошо здесь у меня получится вот так тут один сантиметр раздвинется и тут выкройка у меня раздвинется на один сантиметр и по низу я прибавлю еще один сантиметр и то же самое я проделаю с задней половинкой и буду уже крае приступаю к раскрою костюма и я приятно удивлена насколько у меня много лишней ткани остается на валберсе продают кусками ткань нельзя заказать столько сколько нужно эта ткань была недорогая 1700 она вышла 3 метра ширина у него большая больше чем метра 50 наверное около двух метров и плюс еще в подарок шел кусок кашкарсе раскладываю при прикидываю разложить костюм вот так чтобы вот здесь остался длинный кусок сложенный и здесь выложу может быть сошью мужу домашние брючки то есть я сразу рассчитываю чтобы одна половинка брюк и другая половинка брюк вот такие дела а пояс на эти брюки и на брюки мужа вот здесь вот снизу как раз есть кусочек можно конечно рукав впихнуть туда но тогда я боюсь что не уложится две длины вот здесь вот брюк тюм выкроила кусок сэкономлен и хочу с вами поделиться посмотрите на мой пол что происходит и мне даже страшно поднимать вот этот основной кусок представляю сколько там будет сыпаться так что девочки если вы захотите шить из футера петля то готовьтесь вот к этому хорошо что никого нет дома нужно сейчас быстренько все это прополисосить доброе утро из моей мастерской утро сегодня не очень добрый если честно потому что я рыдаю как бы смешно это не звучало я рыдаю из-за этого оверлока пыталась как вам уже говорила от открутить болты чтобы подвинуть ножи мне не получилось пришлось позвать мужа муж все сдвинуть вроде бы строчка ничего но у меня стала другая проблема вчера когда он был на работе я пыталась открутить иглы мало того здесь невозможно подлезть тут еще вот такая отвертка то есть она просто круглая и я не знаю кто эти иглы вставлял то ли механик который собирал короче все болты закручены так что их с ноги в итоге эта фигня вот эта отвертка она прокручивает и просто мнется край я думала может я тупая ну нет муж тоже пытался в итоге ему пришлось два раза откусить кончик отвертки чтобы открутить две иглы потом мы еще кое-как вставили короче я в полном расстройстве достала свой старый оверлок говорю я на нем шить не буду но он говорит давай привыкай потихонечку я прям бы даю я не знаю что это вообще происходит и мне он не нравится если вы не верите что я рыдаю это действительно так смотрите на мое лицо я заплакаю я вообще в шоке нафига я его купила вот нафига вообще если честно я хотела купить друг оверлок я хотела купить бытовой оверлок но просто по современению возможно какой-нибудь бернету или джуки вот но мне все сказали что нужен вот этот и теперь у меня к нему не лежит душа короче не знаю что делать муж мне естественно говорит что делать с этим блин это так смешно господи в мире столько всяких проблем а я так я успокоилась взяла себя в руки и решила немножко отдохнуть от шитья и сейчас я собираюсь на вал берез у меня там пришла дубленка вернее две ткани они они как дубленки вот буду шить мужу дубленку и заказала ткань на вал берез нужно будет выбрать между двух вот почему сказала сразу две разных по фотографии выбрать трудно ткань не дешевая возврат платный и мы все-таки решили заказать 2 возврат всего 100 рублей чем придет а которая нам не понравится так сейчас собираюсь поеду выбираю и обязательно покажу вам а потом отдохну и приступим опять к шитью это вариант 1 черная кожа и вот такой кудрявый шестый мех это вариант номер два более короткий ворс белый и вот так на кожу тоже красно знаете какую выбрать более такой пушистый я уже вернулась и хочу поделиться с вами покупками и показать какую мы выбрали дубленку дубленку я собралась для мужа шить никогда я не шила искусственную дубленку поэтому решила сначала попробую на нем а потом уже возможно сошью и себе а так как дубленка для мужа он выбрал вот такую ткань она такая пушистая у нее такой приличный ворс наверное где-то миллиметров 12 даже может быть чуть-чуть побольше и лицевая сторона у нее кожа но кожа не глянцевая а матовая вот так она смотрится также мне пришла лента трансфер как раз для пошива дубленки это такой двухсторонний скотч для проклейки швов там я не знаю вот на рукавах проклеивать мех чтобы он не раскручивался она не дорогая здесь 50 метров шириной она один сантиметр и еще у меня пришла вот такая необычная лапка похоже на шагающую но для промышленных машин лапка это идет для кожи для замша для джинсов для вели вето это переходник такой на толстые швы то есть когда идет например низ подгиба джинсов там вот эти боковые швы благодаря тому что у лапки вот так плавают нижние подошвы на пружинах она плавно проходит и не замечает толщину купила я и для пошива дубленки так как планирую швы отстрачивать и вот эти швы будут все-таки плотные так как это кожа и мех мех естественно я буду подрезать его но все равно я взяла эту лапку пригодится лапка не дешевая стоит у нас на валбересе 1200 рублей 1 лапка такая она приличная то есть она получается такая плавная но если честно я вот так вот веду ей по коже и мне кажется что она идет не очень хорошо мне кажется тефлоновую я попробовала провести идет лучше но в любом случае когда я выкрою дубленку я попробую на каких-то ненужных кусочках как это все шьет и все равно лапка мне пригодится для других работ где есть плотные швы и мне нужно будет легко пройти вот так она выглядит кт 141 у нас уже новый день закат на улице красота и я наконец-то пришла мастерскую где буду делать костюм но не для дочки купила кстати молнию вот такое вот я и на кофточку а буду ремонтировать вот это худи которое я шила месяц назад приехал сын привез костюм все хорошо костюм подошел молодому человеку но вот что у него произошло он его прожег вот это прожег вот этот вот где флис он сплавился прям видно очень заметно на камеру не особо но короче сын мне позвонил сказал что молодой человек прошел костюм и мы решили ему удлинить карман но карман здесь небольшой и маленький и если его удлинить настолько высоко то смотрится это как-то глупо и смешно я предложила другой вариант у меня остался небольшой кусочек ткани сделать другой карман который будет чуть чуть больше худи это объемное вот такой вот она уверсась и вроде бы смотрится неплохо покажу вам как продвигается у меня работа на удивление я быстро распорола и у меня уже готов новый кармашек я все отметила отметила прожженное место и сейчас мы не осталось только его сюда пришить выкрою его чуть большего здесь снизу лишнее срежу ну так получается все хорошо сейчас все пристрочу пристрачивать буду не вот так вот так и с изнаночки здесь проложу строчку а потом закрепляющую строчку положу с лицевой стороны всем доброе утро из моей мастерской у нас снова новый день как же быстро летят дни я хочу с вами поделиться самого утра как я вчера сделала кармашек покажу вам его поближе а вот и он все я пришила сделала это вчера сегодня с утра все поутюжила и вот так смотрится худи с новым кармашком все здесь обметала подшила не стала я проходить здесь на верлоке сделала изначально как было обметала зигзагом и проложила трикотажную строчку также я начала работу вернее продолжила над костюмом из футера трех нитки петля и покажу вам куда я уже продвинулась продвигаюсь медленно потому что у меня что-то случается то одно нужно шить то другое сделать и так здесь я сделала полностью кармашки поставила обязательно закрепочки с учетом того что здесь пристрочится поясочек собрала брюки по боковым швам и по линии сиденья сейчас я вам покажу поподробнее расскажу какие швы я положила вернула брючки на изнанку и покажу как выглядят они внутри ничего особенного но я сначала решила обметать их просто верлоком и мне показалось что это какие-то строчки жиденькие для такой ткани и я рядом с верлочной строчкой проложила прямую строчку на швейной машине но сделала это на мелком стежочке чтобы строчка не лопалась а растягивалась на линии сиденья я не рискнула прокладывать на прямострочной машине строчку и не поленилась заправила бытовую машину проложив здесь строчку трикодажная которую нас идет вот так зигзаг прямо зигзаг прямо ту зигзаг как будто бы он верх ногами и он настолько меленький зигзаг и настолько частая строчка что она посмотрите смотрится как будто это прямая строчка строчка очень плотная и здесь даже нет смысла прокладывать 2 все будет плотненько мне осталось пришить поясок его сейчас выкроила пришлю просто полоску сложенная напополам оставлю отверстие для резиночки жду ребенка когда проснется чтобы померить резинку вот так выглядит пояс разворачиваю здесь у меня отверстие здесь я срезала близко к строчке с этой стороны и в уголочках вот так вот высекла чтобы вот здесь вот не было толщины пояс приутюжила вот так напополам но этот зараза футболом сварить и сворачивается в трубочку и мне нужно его сейчас не дать вот сюда и как я буду это делать сначала я его сметаю между собой потому что это невозможно далее я найду серединке сашу его также я найду серединке на брюках на боковых швах сложу и уже заколю или опять в метаю его и только потом я буду прострачивать на оверлоке одной строчкой но если у вас оверлок не возьмет то что вы 10 карманы толщина тут опять же подзор вот эти строчки закрепки то можно сделать сначала втачать только с лицевой стороны пояс то есть вот так так втачать его эту сторону обметать обогнуть и просто вот так про строчить то уже толщины будет конечно же меньше но я все-таки шью сейчас на промышленном оверлоке потихонечку привыкаю и поэтому буду вметывать и втачивать его один раз приколола я поясочек к брючкам и не посмотрите какая здесь толщина толщина здесь конечно приличная и что я думаю чтобы весь вот этот вот слоеный свой пирог рисовать под оверлок я сначала проложу строчку пожалуй на машинке здесь по краешку на ширину лапки и уже потом когда у меня все это вот хорошенечко прижмется я обметаю на оверлоке чтобы было все красиво ну вот так выглядит строчка вблизи по моему все отлично мне конечно еще не хватает у моего до настроить ну вроде бы везде все прошло все ровненько все аккуратно и даже он нигде не запинался вот эту толщину прошел просто мура здесь наверное чуть меньше сантиметра напомню что это 3 нитка петля футер то есть очень толстый такое место где у меня здесь проходит от строчка кстати карман у меня от строчи наш внутри тоже не чтобы он не выворачивался у меня внутри получается 9 строчки то есть здесь очень жестко вот этот кончик я вывела сейчас ниточки распущу завяжу и заправлю мне не нравится прятать туда вот так кончик я почему-то люблю больше завязать узелки и спрятать что я буду делать дальше дальше я вот так от утюжу поясочек при бабочке направлю внутрь штанов туда и вот здесь вот проложу строчку закрепляющий что вот эта подгибка жесткая никуда у меня не выворачивалась от утюжила я поясок и пока утюжила до меня дошло то что у меня не получится здесь отстрочить потому что мало того здесь куча слоев я еще отгибаю эту от строчку на изнаночную сторону и слоев получается в два раза больше конечно машина здесь сделает от строчку некрасиво можно конечно воспользоваться даже нужно вот этим переходником компенсатором толщины он у меня шел с бытовой машины то есть его под лапку подставляешь и она залазит лучше но я думаю что будет вообще некрасиво и что я буду делать я просто воде сейчас подошью этот вот припуск чтобы он у меня вот так и не отворачивался и не натирал тело но вообще конечно наверное я сделала неправильно нужно было бы все таки делать сначала пришивать одну сторону пояса потом отгибать накрывать эти все там припуски и прострачивать вот так вот в шов и толщина была бы не такая чем у меня вот сейчас вот тут так все тост переделывать не буду хотя очень хочется но не буду подошли сейчас вручную даже не буду пробовать отстрочить чтобы не продырявить попортить лишний раз трикодаж везде очень толстые швы припуски я подшила вот так смотрится с лица есть конечно небольшие так сказать отпечатки от моего шва уже наметила куда буду пришивать резинку растрачивать и вот так смотрится с изнанки ручки полностью готовы и я хочу с вами поделиться острочила резиночку вот так она выглядит с лица и вот так с изнанки и также решила все таки сразу подогнуть низ обметала и проложила строчку двойной иглой на машине еще раз напомню по каким брючком я шила вот эти брюки журнала я шью семейного здесь они сшиты из какой-то гребовой ткани очень длинные вот такой длины единственное что я не стала делать это шнуровку потому что ребенок сказал что шнурок ей не надо и от строчка здесь всего лишь одна я сделала на резинке 2 размер брюк 44 и уходила я с роста метр пятьдесят восемь на метр шестьдесят два и вот сантиметра который я прибавила снизу был все-таки лишний потому что брюки и так длинные я еще прибавила короче убирала я этот сантиметр снизу и сейчас мы примерим брючки на ребенка и покажем вам как они сидят девочки смотрится на дочке покружись только медленно размер брючек как я сказала 44 но вообще мерки мы снимали и у нее было между 42 и 44 я хотела сделать поменьше но она сказала нет мне по свободе по моему все отлично